Ранней весной в лесах Белгородчины полно людей, но едут сюда не отдыхать, работать, заготавливают брёвна для блиндажей. Сотни жителей региона объединила волонтёрская группа «Брёвна-31». Врачи, бизнесмены, строители, учителя, домохозяйки, те, кто ждёт близких с СВО, и те, кто уже потерял там родных, уверены, даже небольшой вклад способен приблизить победу. В гостях у бобров, как называют друг друга участники движения, побывал 9 канал. Смотрите наш специальный репортаж. Это лишь на первый взгляд непонятно, какие деревья выбирают для рубки. Оказывается, сначала делянку проходят лесники, делают метки, а потом уже выезжают волонтёры-дровосеки. Фотограф из Прохоровки Денис одинаково профессионально теперь управляется и с объективом, и с бензопилой. Мы рубим деревья, которые сухие, они стоят, но крона уже не зелёная. Потом есть ещё такая штука, как санитарная вырубка. Это когда два дерева стоят близко друг к другу, они друг другу мешают. Более слабое срубается, более сильное развивается и лучше растёт. Сосна хороша тем, что она длинная и ровная. Где-то, если хорошее дерево, то получается из одного дерева шесть. Шестиметровок – три штучки. Рабочий день дровосеков начинается ранним утром и пока не стемнеет. Всё на профессиональном уровне. У каждого своя задача. Одни пилят, другие собирают ветки, третий грузят. Инженер из губки на Виталий так ловко и быстро превращает сучковатое бревно в гладкое, будто занимался этим всю жизнь. Первоначально, получается, была мобилизация. Началось движение. Мы приехали первый раз. Было народа очень много. Это когда на фоне шока люди начинают суетиться. Народу было 200 человек в день. Там движуха была. Вообще, мама не горюй. Потом ноги остыли. Но кому-то надо продолжать. Ситуация же не изменилась. Становится, идет только дальше и дальше. Как у меня спрашивают иногда, а у тебя что, кто-то там есть? А там все наши. Там все наши. Ну а как? По-другому, по-другому никак. Мы с девчонками ездим в госпиталь и общаемся с ребятами непосредственно там. А вот зная их истории, их рассказы, очень хочется этим ребятам помогать. Надо парням помогать. Мы все, они все нам родные. Не захотел остаться в стороне, так как идет такая сейчас ситуация напряженная в стране. Как бы сам не могу участвовать в боевых действиях. Но по сильной помощи, вот тем более недалеко от своего села, почему бы и не поехать и не помочь людям, чтобы как бы укрепить блиндажи. И военным было более уверенно держать позиции и оборонять нашу территорию, защищая нас. Ну, приехал, потому что не могу оставаться безучастным. Нужно помогать. И, собственно говоря, свободный день, выходной день решил провести таким праведным трудом. Потому что, конечно, надо ребятам помогать. При помощи бензопилы сначала делают подруб. Если ствол большой, то с двух сторон. А потом, используя специальный толкач, сосны-великаны валят на землю. Работают лесорубы аккуратно, страхуют друг друга. Перерывы только, чтобы залить бензин или поправить цепь. Я участвую с 8 декабря 2023 года. Каждую субботу. Бензин купил специально, чтобы пилить. Ну, есть и общие пивы. Бензин снабжают ребята из группы. Есть люди, которые неравнодушные. Вот, они переводят денежку. И эту денежку тратим на смазку, цепи, вот, ну и расход на материалы. Тут же дерево сортируют. Для первого яруса блиндажей берут покрупнее, диаметром в 40 сантиметров. Для верхних – потоньше. С помощью чалок выносят готовые бревна к машинам военных. Боец с позывным «Журналист» легко соглашается на интервью 9 каналу. Говорит, что ребята очень благодарны. Бревна действительно спасают жизни. Это очень важно. Это спасет реальные жизни людям, которые сейчас сохраняют границу, которые сейчас защищают рубежи Белгородской области. Большое спасибо людям, которые организовали это все, сделали. Это огромная помощь для нас. Спасибо большое. В основной группе дровосеков около 100 человек. Каждые выходные к ним приезжают помощники из разных уголков области. Кто-то ненадолго, другие откладывают все дела и остаются. На первую заготовку бревен вышли 28 февраля 2022 года. Практически с момента начала СВО, рассказывает Дмитрий. За два года отгрузили на фронт тысячи кубометров леса. Ваши леса, Староскольские, очень много отдали бревен. Кто-то думает, что бревна – это вчерашний век, но нет. Бетон нужно доставить на позицию, ему нужно дать высохнуть, ему нужно дать застыть, а бревно накрывает моментально. Сегодня очень-очень много людей, очень много новеньких. Если человек приехал три и более раза, он остается с нами до победы. Поверьте. А победа когда? Скоро. Здесь же мы встретили Анастасию Бородину, руководителя волонтерской группы «Своих не бросим» «Зет Старый Оскол». Мы помогаем ребятам из группы «Бревна-31» помогать с погрузкой, потому что очень много машин нужно загрузить за два дня. Подключились жители Белгорода, Губкина, Проховки, Алексеевки, наши ближайшие села, жители Старого Оскола. Все помогают с погрузкой, с заготовкой бревен. Детей очень много в первый день каникул грузят, чистят лес. Тут у нас и кухня. Ну, короче, все очень весело проходит. Детей здесь и вправду немало. Отложив телефоны, они с удовольствием помогают взрослым. Во сколько ты стала? Шесть. Чтобы помочь загрузить бревна солдатам. А поспать не хотел? Нет. Ветки носил, складывал, дрова носил. Устал? Нет. У девятилетней Матрёны из села Городище прошлой зимой на СВО погиб папа. Весь год девочка пишет письма солдатам, собирает с классом гуманитарную помощь. Своим маленьким и таким большим сердцем согревает тех, кто на передовой встал на место отца, чтобы защитить Родину. Мы очень любим волонтерить, помогать военным. Мы каждый день собираем с нашими учителями посылки военным. Мы очень любим военных. Победа будет за нами. Мама Матрёны Олеся осталась вдовой с двумя детьми. Муж ушел добровольцем, погиб под Артёмовском. На этом война для нее не закончилась. Началась. Женщина стала волонтером. Сама доставляет гуманитарку военным. Отвозим нашим староскольским ребятам, танкистам, разведчикам. Очень ждут нашей помощи. Очень рады, что мы их поддерживаем. И очень ждут детских писем. Это настолько благое дело, что хотелось бы как можно больше людей к нам присоединилось. И все-таки, наконец бы, проснулись люди в этом мире. Все встали дружно. И хочется, чтобы в скором времени, в быстрейшем, победа была за нами. Подруги Ирина и Надежда также уверены. Пусть в тылу, но они тоже приближают победу. Хочется, чтобы это все закончилось побыстрее. Поэтому прикладываем все силы, в свободное время стараемся посвящать вот эти мероприятия. Тяжело здесь? Здесь хорошо. Здесь очень душевно. Мы все тут бобры, и мы едем бобрить. Если по состоянию здоровья ты сегодня не можешь нести, грузить или собирать кучи, значит, ты идешь на шикарную кухню. Но все стараются от кухни отлынить. Все хотят сюда. Ну да, стараемся готовить. Что-то девочки пекут, жарят дома. А в основном, да, обеды здесь. На обед сегодня первое, второе и компот, и чай, и кофе, торты и пирожные, бутерброды и пирожки, фрукты и сладости. На кострах дымят самовары, полевая кухня варит суп. Предусмотрен даже постный стол. Многие соблюдают православные традиции. Первыми угощают солдаты детей. Но прежде чем пожелать приятного аппетита, бойцам передают письма. Здравствуйте. Можете передать всем солдатам? Хорошо, спасибо большое. От старого оскола детей. Хорошо, спасибо. А в весеннем лесу стоит терпкий запах. Пахнет не только хвоя. В воздухе явный аромат победы. Анна Семенова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал.